Реклама Полет прошел отлично и мы приземлились в Турции. Впереди нас ожидал безграничный океан развлечений и приятных сюрпризов. Отель Риксель Сангейт любезно распахнул нам свои двери. И с первых минут мы поняли, что оказались действительно в райском местечке. Прогуливаясь по отелю, мы встретили Татьяну Котову, которая была чем-то сильно увлечена. Татьяна, здравствуйте, извините, что отвлекаю вас? Чем вы занимаетесь сейчас? Ой, я люблю фотографировать. То, что я вижу, то я фотографирую. Творческий человек должен заниматься любым творчеством. Я вижу фотографию как искусство. И поэтому я считаю, что можно на отдыхе не только зажигать, расслабляться, а как-то еще проецировать свое творчество и в другой атмосфере, в другом деле. После того, как мы узнали о хобби Татьяны, я не мог отказать себе в удовольствии сделать селфи со звездой. Татьяна настолько вошла во вкус, что, отложив микрофон, продолжила фотографировать посетителей отеля. Что может быть лучше, чем звездная красотка с фотоаппаратом? Желающих поучаствовать в фотосессии от популярной певицы оказалось более чем достаточно. К счастью, легкий дождик спас Татьяну от поклонников, и мы спрятались под крышей, где артистка раскрыла главный секрет. Что нужно делать на отдыхе? Да главное не напрягаться. Действительно, мы полностью поддерживаем такое утверждение. Пока я продолжу любезно общаться с Татьяной, моя коллега Оля Золотая, не теряя времени даром, вышла на охоту. И первой ее жертвой стал популярный диджей Саша Дит. Артист беспечно нежился на шезлонге под шум прибоя в тот момент, когда ведущая буквально накинулась на него с вопросами. Саша уже давно живет в Германии, и как оказалось? У нас небольшое количество симпатичных девушек. Небольшое? Да. Ну их практически нет. Вот. То есть ты можешь концентрироваться абсолютно, на сто процентов уходить в свою работу, не отвлекаясь, и просто заниматься музыкой. То есть ты работаешь в Германии, потому что тебе не мешают красивые девушки концентрироваться? Ну, во-первых, потому что я там живу, а во-вторых, да, там спокойнее работать. Знаешь, я так люблю немецкий язык, мне нравится вот этот жесткий гортанный звук. Ты, может быть, научишь мне какие-нибудь выражения, фразы? Ну, я думаю, первые слова должны быть обязательно, ну, если человек изучает новый язык, то первые слова должны быть какие-то пакостными. Здрастишь, фантастишь? Я-я? Я-я фантастишь, да, да, именно это, да. Ну, скажи мне, в спортзал ты ходишь, когда вот приезжаешь на такой релаксинг? Ну, ты знаешь, я уже три дня планировал, но еще до сих пор не попал в него, к сожалению. Если Саша Дит только планирует попасть в спортзал, то король гламура, суперзвезда Сергей Зверев не бросает слов на ветер, а занимается делом в спортзале. Нам удалось найти нереально популярного артиста именно там. Я хожу качаюсь, мне так кажется, что я уже перекачал ноги. Вот у меня одна нога уже прям перекачанная, видишь, какая у меня трицепс-бицепс какой. Уже прям я перекачал. Я так переживаю. Сейчас вот думаю, что они сравняются как-то. Как ты думаешь, если я вот так буду делать? Я думаю, наверное, тогда начнем на другую ногу все-таки. На другую? Да. А разве не передается вот такой сигнал, нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что сигнал вот так передается. Я думаю, что не настроили тренер, но я думаю, что эта техника не поможет. А где все может быть? Я думаю, что у меня этот сигнал застревает где-то в этой области. А, то есть вот эта область, она больше всего накачивает сейчас? Да. А если вам интересно, как накачать эту область, Сергей Зверев поделится методикой. Проснулся. Так. Одел гантелью. Но эту область, там же есть такая дырка в этой. Сколько килограмм? И ходить. С чего начинать? С чего начинать? Какой вес должен быть? Не с килограмм, а с грамм. А с грамм? Хотя бы там 100 грамм для начала. И ходишь. Ходишь ровно. Оттягиваешь. То есть это спиртонно. Очень. У нас сегодня концерт. Звездный. Звездная звезда. Выйдет на сцену звездную. И споет свои звездные нереальные песни. В своем новом звездном нереальном. Ты чего в ней смотришь все время? В своем звездном нереальном прикиде. Понимаешь? А рядом будет VIP звездная публика. С Сергеем можно общаться часами. Но все же нам пришлось сделать перерыв и отправиться готовиться к вечернему концерту. Все были в предвкушении этого волшебного вечера. Когда на улице уже потемнело, на площадке собралось огромное количество гостей. И наши звезды начали зажигать по полной. И первой на сцене появилась Татьяна Котова. Все будет так, как хочешь ты. Улыбнись, отпусти все, что было. Будь со мной идти, не боясь весоты. Все реально, если верить. И все будет, все будет так, как хочешь ты. Что нравится? То, что мизикбокс поддерживает молодежное направление, молодежное движение, когда все молодые люди, девушки встречаются, объединяются, танцуют, поют вместе, развлекаются. Ну а что нам еще нужно для того, чтобы как-то дружить, строить отношения, находить вторых половинок? После такого горячего выступления на сцене появился, как вы думаете, кто? Когда я вижу этого человека, у меня только мур-мур, гламур, и я начинаю таять, и все. В общем, у меня никаких других вот нет ощущений. А ты знаешь, когда я вижу этого артиста, я всегда нахожусь просто в шоке. Друзья, все догадались? И прямо сейчас встречаем все вместе! Сергей Звери! Поехали! После яркого выступления все гости были в шоке. Нереальном звездном приятном шоке. А как по-другому? Ведь Сергей настоящий профессионал. Вечеринки Мьюзик Бокс это лучшая музыка, лучшие артисты, лучшие настроения и эмоции. Будьте с нами и обещаем, вы сделаете для себя массу новых открытий и впечатлений. Уже в следующем выпуске вы увидите, как зажигают наши звезды под шум прибоя в роскошном отеле Рикс и Сангейт на вечеринках Мьюзик Бокс.